Девушки отдыхают Моя история, как я пришел к вере, начинается в 2018 году. Девушки отдыхают Когда ты приходишь в церковь, то первые шаги Дух Святой ведет тебя в том, чтобы ты был сформирован внутри. У меня были страхи и депрессия. Все пошло не так, как я хотел. И тут дядя показал мне видео Владимира Мунтиана. Святой Дух это Бог, который сейчас живет на земле. Я начал смотреть его видеоучения. Это очень заинтересовало меня. И я тайно смотрел учения два года. Я заметил, что внутри меня что-то начало меняться. Что его слова вдохновляли меня. Я стал смелее и счастливее. Депрессия ушла, и я начал позитивно мыслить. И потом я узнал про Библейский колледж Гора Моисея 2018 и поехал в Киев на целый месяц. На первой неделе колледжа свершилось чудо. Я был у себя в комнате, молился и просил Духа Святого коснуться меня. Он пришел, и мощная сила накрыла меня. Я просто увидел огненную стену перед глазами. Я не знаю, это сложно описать словами. Это было невероятно. Такого я еще не переживал. С этого момента вся моя жизнь изменилась. Потом я вернулся в Германию, и было желание всем рассказать об этом. Я ожидал, что мои друзья будут шокированы, и что они будут радоваться вместе со мной. Что они сами начнут слушать учения апостола Владимира, примут реального Духа Святого и увидят его в своей жизни. Но в ответ я получил только критику. Люди не понимали меня. То, что я стал партнером служения, их очень раздражало. Многие плохо отзывались, и я принял это. Я перестал сеять партнерски. На один месяц я перестал сеять. Я тоже перестал ходить в церковь и стал ходить своим путем. Я гулял, пил, курил. И я понял, что это приведет меня к старой жизни. Я понимал, что эта встреча с Духом Святым была такая особенная. Но из-за того, что я перестал приходить к Богу, позитивный настрой, уверенность и чувство, что Бог любит меня ослабели. Они стали очень и очень слабыми. И однажды я сказал, нет, так не будет продолжаться. Два года спустя я сказал Богу, Бог, я хочу служить Тебе. Я хочу что-то сделать для Тебя. Я хочу, чтобы помазание вернулось. Я хочу дружить с Духом Святым. Я принял решение восстановиться в партнерстве. Снова стал сеять. Оборвал все контакты со своими друзьями. Я оставил работу и поехал в Киев, чтобы служить Богу. Сегодня я принимаю участие в немецких телекрусейдах. Я не знал, что я умею петь, что Дух Святой так сильно поднимет меня. И это чувство первой любви все больше и больше возвращается ко мне. Мое партнерство уже стабильное. Люди, которые негативно влияли на меня, просто исчезли из моей жизни. Я понял, что мы не можем иметь отношения с Богом вне церкви. Дьявол боится нас, потому что Дух Святой через нас достигает стольких людей. И дьявол посылает людей в нашу жизнь, которые плохо говорят о пастыре и о тебе. Они пытаются тебя отравить. Это чистый яд от дьявола. И когда ты отравлен, тебе сложно понять, почему важно ходить в церковь. Тогда ты думаешь, почему я не живу своей жизнью. Я понял, что этот яд, он потерял свою силу. И что я сейчас отдал свою жизнь Богу, и что я буду Ему служить. Это как решение жениться и быть вместе, как в хорошие дни, так и в плохие. Это решение вместе идти до конца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok